Как привить молодежи традиционные российские духовно-нравственные, культурно-исторические и семейные ценности? Ответ на эти вопросы искали члены Общественной палаты Самарской области. Обсуждение прошло в двустороннем формате. Диалог с общественными деятелями вели активные представители молодежного сообщества. Детали расскажем в сюжете. Активное вовлечение подростков в общественную жизнь, по мнению собравшихся за импровизированным круглым столом, должно происходить в диалоге. На встрече Общественной палаты Самарской области говорили о воспитании. От того, с какими ценностями вырастут сегодняшние подростки, зависит не только их жизнь, но и будущий облик города, региона и в целом страны. Детям важно прививать традиционные российские ценности – семейные, духовно-нравственные, культурно-исторические. Мы постараемся выстроить такую систему взаимодействия, которая позволит именно на площадке Общественной палаты регионов выстраивать взаимодействие, которое будет двухсторонним. Которое и одновременно может рассказать о том, как государство помогает нашим общественным, молодежным в первую очередь организациям. И с другой стороны услышать тот запрос, реализовав который, мы в принципе сможем ориентироваться на то, что молодежь и сегодня активная, завтра будет формировать завтрашний день, позитивный для нашей страны. Говорили и о роли цифровизации в жизни современного подростка. Представитель Центра помощи пострадавшим и пропавшим детям рассказал собравшимся о том, какие опасности могут ждать в сети, о распространении фейковой информации и о пагубном влиянии таких данных. Сегодня в информационном пространстве идет борьба за мы, за, скажем так, будущее нашей молодежи. И определенным образом задаются смысловые моменты, скажем так, когнитивные, которые в дальнейшем будут влиять уже на много сфер. И на то, как будут приниматься решения, и на историческую идентичность, и правду, и на принятие определенных истин тех или иных. Помимо представителей общественной палаты региона, со школьниками и учащимися колледжей беседовала уполномоченная по правам ребенка. Гражданское воспитание, духовно-нравственное – это одно из важных. Что может быть важнее – воспитание человека, гражданина. От того, сколько мы сейчас вложим своих знаний и умений в молодых людей, в детей, какими мы потом увидим наш регион, нашу страну, то, что вокруг нас, инфраструктуру, какие-то мероприятия, деятельность. Все, что нас будет окружать – это то, что будет сделано руками этих молодых людей. Я считаю эти темы очень актуальными, так как важно развивать и направлять молодежь в духовно-нравственное развитие, в патриотическое развитие. Ведь без этого не будет никакой структуры, без этого молодежь, она просто-напросто не будет развиваться. В конце встречи слово дали слушателям, чтобы они могли задать интересующие вопросы. Михаил Ермоленко, Петр Поломеев. События.